Друзья, вас не просто снимают камеры, на вас будут подрезки в стране учить, что вы делаете, правильно или нет. Поэтому, будьте любезны, показывайте это максимально качественно. Работаем сейчас, ребят, по очереди. Евгений Юрьевич, мы точно знаем, что сибирский Барс никогда не пропускает ни чемпионаты по грэпплингу, ни чемпионаты по Невазе. Насколько я знаю, в ближайшее время чемпионат мира по грэпплингу и чемпионат в Афинах по Невазе. Я, правда, не помню, что это, как он называется, но точно знаю, что он будет. Ну, по порядку, значит, в Астане с 6 по 9 сентября пройдет чемпионат и первенство мира по спортивной борьбе грэпплингги. Значит, там будут возрастные категории от 12 лет и старше. То есть, будут и юниоры, и юниорки, взрослые адалты, сеньоры так называемые, и ветераны мастерства. Значит, соответственно, верхнего ограничения я там не видел, я думаю, что будут и 50 лет, и старше. Ну, а самые младшие – это 12 лет, ребят, мальчики и девочки. Это касательно грэпплинга. Значит, в Греции 20-23 сентября пройдет Кубок Мира до 15 лет по джиу-джитсу. Там будут три раздела Неваза, файтинг и раздел Дуа-систим. Это показательное выступление, парный кат. Насколько большой состав команды сибирского барса едет в Астану и, соответственно, в Афины? Ну, по грэпплингу в этот раз у нас немного будет. У нас будет бороться юниор Денис Бобенков, действующий победитель Перестра России в двух разделах. Раздел ГИ, раздел МОГИ. 12-13 лет мальчики. У нас будет Наталья Саппарай. Она будет бороться в составе национальной сборной, как адалт. 53 килограмма, раздел МОГИ, грэпплинг. И буду бороться, скорее всего, я, ветеранах, 77 килограмм. ГИ, МОГИ, значит, 40-45 лет. А вот уже по джиу-джитсу, на Кубок мира, у нас будет очень большая команда. У нас будет 15 атлетов. Как готовятся спортсмены? Какой-то особенный лагерь, я не знаю, режим тренировок? Да, наши атлеты готовятся. Значит, у нас буквально недавно завершился сбор в Болгарии двухнедельных. С 3 по 17 августа в деревне Кранева. Замечательная база Аквалайф. Кстати, всем рекомендую. Даже не в качестве рекламы, а правильно сделанная очень база. Значит, сейчас у нас идет сбор уже непосредственно перед самими соревнованиями. Здесь он уже носит такой нагнетающий характер. То есть мы выводим спортсменов на пик. То есть очень много борьбы, много уже физо. Две тренировки в день. Одна техническая, одна борьба. Отдельно будем делать специальную физическую подготовку. Это вот касательно грэпплинга. Перед Кубком мира у нас будет отдельный недельный сбор. Тоже по две тренировки в день. По всем трем разделам. Причем у нас ребята будут участвовать по джиу-джитсу во всех трех разделах. И на ВАЗе, БЖЖ, и файтинг, и дуа-систинг. Сейчас была тренировка по борьбе. И она была заточена больше на грэпплинг. Под как раз Дениса Бабенкова и Наталью Сапарай. И мы работали именно под эти правила. А они будут выступать и в ги, и в ноу-ги? Просто сегодня они в ноу-ги борются. Значит, Сапарай будет бороться только в ноу-ги. А Бабенков Денис будет бороться и в ги, и в ноу-ги. Он выиграл в Пьер-Стро-России в двух разделах. Где у него больше шансов? А я думаю, одинаково. Он замечательно отборолся и там, и там. Я думаю, что он претендент на золотую медаль и в ги, и в ноу-ги. Нам бы так хотелось. То есть мы работаем 50-50. У нас тренировки делятся пополам. То есть половина тренировок в ноу-ги, половина в ги. Окей, удача ваша спортсменов. Спасибо большое. Умотал тебя? А? Умотал тебя, парень? Нет. Нет? Построились. У нашей спортсменки, комсомолки, красавицы, тренер, врач, друг. Много можно назвать, скажем так, тех определений, эпитетов, которые бы хотелось сказать в сторону Марии. Но для меня это, прежде всего, друг. Я хочу поздравить, Маша, с днем рождения тебя, от всего коллектива и вручить тебе такой маленький подарок. Похлопали. Аплодисменты. Евгений, вы расскажете, что это? С днем рождения! 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 Здесь изображен слова «Сибирский бакс». Сделать белого золота, и мы удоставим честь только тех наших тренеров, наших друзей, которые максимально сделали пользу для клуба, для организации. На самом деле, во многих организациях, в хоккее, в баскетболе, особенно в Америке, есть некая традиция, именные кольца. И у нас в клубе тоже она существует уже много лет, и это кольцо 13-е, чтобы было понятно всем. Поэтому давайте мы еще раз ее поздравляем. Спасибо! Мы тебя любим, и очень рады, что ты. А еще, у нас же в гостях больше же Фрикс, мой любимый Алексей Берляев. Давайте мы тоже ему поаплодируем. Он молодец, делал большую работу, освещает. На самом деле, это действительно большой, серьезный труд. Подожди, Маша, еще фотографии сделаю. Освещать события в мире единоборств, не только бразильского джиу-джицу, но и не забывать по традиционной виду, и про кутарю, и про дзюдо, и про самбо, и про многие другие виды борьбы. Поэтому мы все тебе признательны за то, что ты делаешь большую работу. Мы тебя любим, ценим, уважаем. Господи! Счастливые люди, которым можно вручную. Двойной облом. Когда приходишь на тренировку в гости, здесь праздник, вкусняшки, а ты на диете. Вот сейчас я питаюсь слюной. Вообще, это напрасная идея с диетой. Я считаю, что надо взять, идти и кушать. Всем благ. Евгений Юрьевич, а как же стол перед соревнованием и пирожки? А как же вес? Вот хороший вопрос. Те спортсмены, которые у нас будут соревноваться, они пирожки не едят. Они на них смотрят. Это пытка пирогами называется. Так даже в американских тюрьмах не пытают как-нибудь. Поэтому, ну, что делать? Поборемся, посоревнуемся, и потом будем кушать пирожки. За счет судебского барса? Естественно, всегда за нашим. Вот скажи, не хочется сейчас присоединиться к столу? Да ладно. Ну, ты просто опять отвечаешь, как отличный. Не хочется. А на самом деле? Мне не хочется есть. А в вес входишь? В Казахстан, да. В Афину еще нет. Там должен быть я до 41. У меня сейчас 41 песок. Как долго готовишься к Казахстану? Сколько? Не знаю, месяц, если вдруг готовишься? Начиная с начала августа. Был тренировочный лагерь в Болгарии, а сейчас дополнительные тренировки. А перед самими соревнованиями есть дни, в которых ты отдыхаешь? Обычно Евгений Юрьевич дает два дня перед соревнованиями. И ты ничего не делаешь? Нет. Просто валяйся в мультике смотришь? Ну, не до такой степени. Блин, да, ты же отличник. Наверное, на уроке делаешь? Хорошо, все, не отвлекаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok